Вероника Жилина полностью пропустит этот сезон. Ника пропускает сезон, чтобы полностью устранить проблемы со здоровьем, сообщила фан-группа спортсменки. Жилина чемпионка России среди юниоров, а также победитель этапа Гран-при среди юниоров. Она не выступала на соревнованиях с весны 2023 года. В сентябре 2023 года фигуристка выступила на контрольных прокатах, однако затем снялась с этапов Гран-при России из-за травмы. В августе этого года появилась информация, что у Жилиной сохраняются проблемы со спиной. А прямо сейчас настало время для того, чтобы вы поставили лайк этому видео. Не пожалейте несколько секунд своего времени и поставьте палец вверх. Большое спасибо, а мы продолжаем. Канадская фигуристка Диана Сталата-Дудок восхитилась катанием Алены Косторной. Да, я слежу за ней, это её второй сезон в парах. Судя по видео с контрольных прокатов, она очень спрогрессировала как парница. Алена всегда была особенной фигуристкой, и у неё свой стиль, который позволял выигрывать и без четверных прыжков. Косторная может и в парном катании использовать харизму одиночницы, например, в тех же поддержках, когда все смотрят только на неё. Ни одна женщина не сможет кататься, как Алена, и тем более это невозможно добиться мужчине. Ей с партнёром надо найти стиль. Уже как паре, Алена на льду больше не одна, и всё для неё начинается заново, ведь даже связки в парном катании делаются по-другому, рассказала чемпионка мира в парном катании Диана Сталата-Дудок. Накануне Сталата-Дудок в дуэте с Максимом Дешамом выиграла этап Гран-при Скейт Кеннадо, а вот бывший российский фигурист Екатерина Гениш и Дмитрий Чигирёв взяли серебро на Гран-при Канады в парном катании. В мае 2023 года фигуристы официально перешли в Узбекистан. Екатерина и Дмитрий завоевали серебро на первом же для себя турнире, выиграв произвольную программу. Зрители явно не ожидали такого проката от дебютантов. Видео проката смотрите в нашем телеграм-канале, ссылка в описании. Фигурист Дэвид Нарижный заявил, что поехал на Гран-при России в Магнитогорск за победой. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный занимают второе место после ритм-танца. «Всегда хотим большего, мы не едем за местом только за хорошим прокатом. Сделать не хуже, чем на тренировке. Звучит клишировано, но это правда», — говорит Хавронина. «Я еду сюда только за победой. Победитель всегда один, остальные места не имеют значения», — говорит Нарижный. «Я относилась к этому старту как к контрольным прокатам. Сейчас мне даже спокойнее», — добавляет Хавронина. У них спрашивают отставание от лидеров Александра Степанова и Ивана Букина всего два балла. Они очень близки к лидерам. Давит ли это? «Догонять всегда проще», — отвечает Дэвид Нарижный. «Не имеет значения. Хочется не думать о баллах и местах. Хочется получить удовлетворение», — сказала Ирина Хавронина. Анна Фролова одержала победу на этапе Гран-при. Она набрала 226 баллов. Никто из фигуристок не исполнял в программах элементы Ультра-Си. Анна прокомментировала победу. «Изменений в плане статуса не ощущаю. Насчёт оценок, честно сказать, я ждала, надеялась, что баллы будут выше, чем в прошлом сезоне. Реально была проделана огромная работа над непрыжковыми элементами. Последние недели проклинала все дорожки, потому что уже не могла их больше катать. Было сложно. Это много раз снималось на видео, пересматривались все ошибки. «Я исключительно рада, что эта работа проделана не зря. Считаю, что так и должно быть». «Конкуренция всегда чувствуется, поскольку лёд скользкий. У нас никто никогда не застрахован от падений и ошибок. Я никогда не чувствовал себя в расслабленном состоянии. Моя задача — выполнять свою работу, свои элементы, держать себя в тонусе, концентрировать внимание», — сказала Фролова. Марк Кондратюк и Егор Рухин исполнили по пять квадов в произвольной программе на Гран-при. Кондратюк прыгнул сольный четверный лутц, флип, тулуп, сальхов, а также каскад четверной сальхов и двойной тулуп. На счету Рухина каскад четверной лутц, тройной тулуп, сольный четверной флип, сальхов и тулуп, а вот на Риттбригере фигурист допустил степ-аут и касание рукой. В итоге Марк Кондратюк одержал победу, Роман Савоси на втором месте и Евгений Семененко с бронзовой медалью. Полные прокаты спортсменов смотрите в нашем телеграм-канале. Также там вы увидите, как Елена Костылева показала секвенцию с четверного сальхова и одиннадцати двойных акселей на шоу Евгения Плющенко-русалочка в Санкт-Петербурге, а Алена Косторная и Георгий Куница исполнили опасный элемент. Эти видео смотрите в нашем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал в описании под этим видео. Присоединяйтесь.